Попробуем поставить на Asus Transformer NV Flash. NV Flash это такой специальный бутлоудер для защиты этого самого бутлоудера от сбоев при перепрошивке, называемых в народе кирпич. Кирпич это когда прошивка не поддается восстановлению, и ваш престижный девайс превращается в дорогущий кусок кремния. Как водится в хакерских кругах, инструкция по установке написана максимально скудно и непонятно, только для тех кто в теме. Тем же кто не в теме, потребуется несколько часов интенсивного гугления и выискивания информации по крупицам, чтобы в эту тему попасть. Что нужно для установки? Во-первых, включить режим USB-дебаггинга на планшете. Во-вторых, разблокировать бутлоудер официальной утилитой от Asus, о чем я рассказывал ранее. Стоит отметить, что хотя утилита и официальная, гарантия она лишает. Считается, что заблокировать бутлоудер обратно невозможно, хотя на некоторых форумах встречаются высказывания о том, что это сложно, но можно. Дальше нужны USB драйвера под вашу модель, скачиваем мы их тоже. InVFlash тоже можно скачать на той же странице. Есть еще загадочный FastBoot. Как выяснилось, он входит в поставку Android SDK для разработчиков. Но если лень качать весь пакет, то можно поставить отдельно. Итак, у нас получилось четыре папки. Драйвера, FastBoot, InVFlash и Vili. Для удобства файлы из последних трех можно положить в одну. Теперь выключаем планшет, затем включаем, зажав кнопку уменьшения громкости. В углу появится надпись Checking for RCK Image, а потом три иконки в центре дисплея. Нажимая уменьшение громкости, выберите иконку с USB и нажмите повышение громкости для подтверждения. Вы в режиме FastBoot. Windows разумеется не сможет найти драйвера для этого режима. Заходим в диспетчер устройств, и вручную указываем расположение драйверов, которые мы скачали. Теперь в диспетчере должно появиться соответствующее устройство. Итак, открываем в папке где у нас все свалено в кучу командную строку и выполняем команду. И получаем ошибку подписи. Дело в том, что был промежуточный апдейт от ASUS, который Jelly Bean не ставил, а вот проверку подписи в Bootloader добавил. А именно прошивка 403 за номером 94530. Переведя на обычный, в этой версии введена проверка подписи. Для того чтобы обновить Bootloader, файл с обновлениями должен быть подписан ASUS. Примерно также блокирует установку и запуск сторонних программ на игровых консолях. Запускаются только те программы, которые проходят проверку на подлинность. Естественно наш аккнутый Bootloader не подписан и такую проверку пройти не может. Что самое забавное, официальный Bootloader от ASUS предыдущих версий тоже не подписаны, так как подписи появились только в 30-й версии, поэтому сделать downgrade на более раннюю прошивку вы тоже не можете. Вилы. То есть с одной стороны, ASUS официально выпускает утилиту по разблоку Bootloader, мол ребята, делайте что хотите, только гарантии мы вас лишаем. Это не особо справедливо, но в какой-то мере оправданно. Однако тут же, ASUS выпускает апдейт который по сути блокирует установку сторонних Bootloader. То есть разблокировав Bootloader, гарантии мы лишились, а никаких плюсов не получились. То есть ASUS пошла по дорожке, уже давно протоптанной фирмами Apple, Sony и другими копирастами. Печально и недостойно. Что теперь делать? Ну что же, давайте хоть Jelly Beam поставим. Поскольку Bootloader у нас разблокирован и по воздуху апдейт уже не получить, будем шить полную версию прошивки, что даже лучше. Прошиться можно использовать тот самый FastBoot, но гораздо проще сделать это с помощью карты памяти. Для этого качаем апдейт с сайта производителя. Там архив, внутри которого еще один архив, а внутри него файл блоб и метаданные. Прям яйца Кащея. Вот этот второй архив, не распаковывая, кладем в корневую папку microSD карточки. Выключаем планшет, вставляем карточку, включаем планшет. После загрузки выбираем в оповещениях найденное обновление и запускаем апдейт. Займет он минут пять. Проверяем. Обновление прошло успешно. Если вдруг возникнет проблема с получением рутового доступа, то добавьте в ту самую кучу папку SkogWorkModRecovery. Скопируйте на девайс SuperSU и выполните несколько команд FastBoot. Если потеряли флеш, то скачайте его отдельно и установите как обычный пакет.